Хочешь, чтобы следующая серия вышла быстрее? Поставь лайк и напиши комментарий под этим роликом. Интересная игра. У нас сегодня также два матча в кубках. Ну и открытие трансферного окна. Как нам сообщает Деликт, счастлив в клубе Кимих. Вышел после травмы. На поле уже провел немножко времени. И, собственно, потихоньку начинает набирать игровую форму. Ну а вот кандидаты на нападающих этого года. Здесь у нас Салах, Венисиус, Родриго и Харри Кейн. К сожалению, из нашей команды здесь никого нет. Но оно и понятно. Особо именно нападений, как нападающий, в нашей команде сильно никто не отличается. Вот состав Арсенала на эту игру. У них снова Тимбер и Габриэль в центре обороны. У них просто других вариантов-то, в принципе, и нет. Но, посмотрите, последние пять матчей, пять побед. Очень неплохую статистику они набрали. Ну а вот состав и нашей команды на сегодняшнюю игру. И здесь Мартина с Деликтом в обороне. Вирс. В принципе, без особых изменений. Маласи и Фримпонг по флангам. Кимих чуть-чуть подуставший. Его пока оставил на скамеечке. Ну и, ребят, вы усаривайтесь поудобнее. Поддержите видосик своим лайком. Напишите комментарий, если здесь впервые. Подписывайтесь на канал. По ссылке в закрепленном комментарии залетайте в наш Телеграм. Там как раз есть в закрепе ролик по настройкам бегунков для усложнения карьеры. Пользуйтесь. Ну и по ссылке в закрепленном комментарии переходите на мой второй канал с прохождениями. Название Фандом Лига. Там у нас прохождение сюжетных игр. В ближайшее время довольно много интересных игр с вами посмотрим. Так что всем буду рад. Ну а мы отправляемся на первую игру. И вы заметили, Хойлун-то у нас уже 86-го рейтинга. То есть, в принципе, вот за полтора сезона парень очень здорово развился. Ну это чувствуется по игре. Вот Хойлунд как раз, наверное, такой хороший пример, когда вот на измененных настройках ты играешь, и парень сначала не мог попасть даже по мячу. Но как только рейтинг поднимается, вы видите, как преображается его игра. Пас на Хойлунда. Он бьет поворотом, но до них было довольно далеко. Я ожидал, что он все-таки начнет набегать, а он как-то на линии остановился. Ну и в итоге, хоть мяч до него и дошел, но это все было не очень опасно. А здесь мяч попадает в руку кому-то из футболистов нашей команды. Арбитр был рядом, все увидел. Здорово действует на перехвате, но вот дальше, к сожалению, не получилось сделать пас Мартинелли. Казимира против него навязывает ему борьбу. Ну и по итогу нарушение все-таки фиксирует арбитр, не угловой. И теперь надо аккуратно действовать. Розыгрыш на коротке. Рядом Антони. Вирс, Бруно Фернандеш. Удар поворотом, и Бруно не попадает. Вот и первый такой по-настоящему опасный момент. На 12-й минуте наша команда создала. Арсенал позволил дойти до ворот. Началось все с прорыва Хойланда. Закончилось неплохим ударом Бруно Фернандеша. Сейчас опасно Сака. Он сегодня с первых минут, ребята. Удар есть ближний. Анана спасает, но, по-моему, там даже в створ не шел футбольный снаряд. Но Анана перестраховался. Еще один момент. Маласи аккуратно играет на Гарначо. Гарначо теперь может разгонять атаку левым флангом. Хороший пас на Бруно Фернандеша. Бруно. Снова Гарначо. Казимира. Вирц. Его дальний удар. И вот уже вступает Рамсдейл в игру. 21-я минута. Команды обмениваются опасными моментами. И вот совершенно другая игра у Арсенала. Видимо, 5 побед все же дают какой-то результат. Еще один неплохой выстрел от Гарначо. Но все закончилось в руках вратаря. Чистый подкат. Ну, Рэф. В мяч было сыграно. Но хорошо хотя бы без карточки. Мне показалось, что Казимира сыграл в чистую. Арсенал разыгрывает штрафной. Передача в центр. Опас на Мартинелли. Пас пяткой. И здесь просто повезло. Хойлунд. Антони. Неплохая передача на Фримпонга. И Фримпонг против Альфонса Дэвиса. Такая связка сейчас получилась из чемпионата Германии. Антони бьет. Рамсдейл тащит. 35-я минута. Арсенал сейчас в новой атаке. Мне кажется, вторая половина сезона будет очень жаркой, ребята. Многие команды, я думаю, повылетают уже из Еврокубков. И как раз-таки сконцентрирует свои силы именно на чемпионате. Здесь хороший выстрел Эдегора. Это было, ребята, очень опасно. И она нас спасает. Два раза. Очень хороший был момент. Гарначо. На Хойлунда мяч прокидывает. А здесь Бруно Фернандеш. Надо накидывать на Антони. Антони спокойно забивает, ребята. Это 1-0. Вот такой вот конец первого тайма получается. Только-только Арсенал мог забить. И просто какое-то чудо спасло нашу команду. Ну а в итоге контратака. Аккуратный навесик Бруно Фернандеша. И Антони расстреливает ближний угол. Это его четвертый гол. Немного парень забивает. Но порой его голы очень-очень важны. У нас начинаются вторые 45 минут. И даже с учетом того, что мы забили один мяч, мне кажется, второй тайм будет не менее интересным. В первом команде играли на встречных курсах. Создавали моменты и те, и другие. Ну и, так скажем, чуть-чуть везения нам улыбнулось. Арсенал просто не реализовал тот момент перед пропущенным голом. А забей. И мы бы, мы бы уже, ребята, проигрывали 1-0. Второй тайм. Они начинают с активных действий. Идут на наши ворота. Но здесь здорово действует Мартинас. Опасная атака Арсенала. И мяч заскакивает в сетку. Это снова Габи Жезус. Это 1-1. И здесь уже нам немножко не везет. Анана выпускает мяч из рук. Ну а дальше Габи Жезус проталкивает его в сетку ворот. И Мартинас, к сожалению, не успевает в борьбе мяч выбить. 1-1. Ну вот, можно сказать, на обоюдных каких-то микро ошибках. Голы забитые. Давайте Антони выйдет вместо Малина. Точнее, наоборот, выйдет Малин вместо Антони. Хаверс выходит вместо Мартинелли. Вот так вот. Обменялись команды и заменами. И сразу хорошая передача. Малин бьет и не попадает. Но здорово открылся. Кристиан Эриксон выходит вместо Бруно Фернандеша. У нас 60-я минута. Маласия. Здорово. Ну же, Вирц. Сегодня, ребята, мяч не хочет лететь у многих игроков именно в створ. Вирц не успел. Но мы продолжаем атаку. И сейчас здорово. Фримпонг залетает в штрафную. Кого-то сбили. Фримпонг выкатывает мяч под удар. Ну же. И не попадает уже, ребята, Эриксон. Фас на Гарначо. Гарначо выкатывает на Вирца. Его сдержали. Хорошо без нарушения. Я имею в виду без травмы. И тут же попытка контратаки уже со стороны Арсенала. 15 минут остается. Эдегор. Проскакивает дальше. Габи Жезус. Сакам. И хорошо, что нет пенальти. Вирц. А вот это неплохо. И Вирц со второй попытки бьет на мяч. Сцепляет соперника. Залетает в штрафную. Ну же. Прострел. Маласия. Куда ж ты ударил-то? Вирц. Передача на Гарначо. Гарначо. Удар в дальний. Вытаскивает Рамсдейл. Маркус Решфорд. Неплохая была передача на Гарначо. Но кажется, ребята, здесь все закончится ничейным результатом. Не смогли мы додавить Арсенал. Но ничья это тоже неплохо. Сегодня они были гораздо сильнее, чем в прошлый раз. Но сейчас еще у них есть атака. Арбитр добавил 3 минуты. Маласия пытается догнать соперника. Вот такая вот концовка, ребята. Я вам говорю, ничья тоже неплохо. Арсенал забивает второй и вырывает победу уже. В компенсированные минуты. Ну вот не только нам в конце можно забивать. Они нам отомстили. Отомстили за поражение в первом круге. Ну вот почему-то, знаете, после вот этого прохода, когда защитник прорвался, я не знаю, откуда у него было столько сил. Но почему-то чувствовал, что это, вы знаете, концовочка фифы, что сейчас что-то будет. Ну, собственно, так и получилось. Мы уступаем Арсеналу. Хотя весьма неплохо давили. У нас, ребят, пришло довольно интересное предложение по поводу Маркуса Решфорда. Мадридский Реал хочет его приобрести. Но, знаете, в жизни ходит много слухов. Если Реал подпишет Мбаппе, то, мол, Мью интересуется Венисиусом. В нашей карьере мы интересовались Венисиусом. Но Реал сказал, что этого игрока мы не продаем. А давайте попробуем обменять Решфорда на Венисиуса. Может быть, так они согласятся. Давайте посмотрим. Начнем переговоры и узнаем. Так, обмен игроками. Вингеры. Венисиус. Здесь мы должны, скорее всего, доплачивать, а не Реал. Для них это невыгодно. Я понял. У нас только что было предложение от Мадридского Реала по Решфорду. Но мы не смогли договориться. А сейчас я выхожу на Мадридский Реал по предложению Венисиуса. Мы попробуем дать как раз-таки им Решфорда, которого они хотели, и доплатить. Потому что на тех переговорах, к сожалению, такого у нас варианта не было. Так, Маркус Решфорд. И предложим цену. Судя по всему, придется где-то миллионов 110 предложить. Они хотят Решфорда и еще 170. Ты что, сумасшедший? Откуда столько? Откуда? Ну, 120, да. Давайте 121 900 и Решфорда. Новая цена трансфера. Давайте 132 900. И поехали. Они, ребята, согласны? Они согласны. Ну, а мы попробуем сейчас договориться с Венисиусом. У Венисиуса, ребята, зарплата 400 тысяч. Он приехал с своим агентом. И сейчас обсудим. Обсудим этот переход. Ключевой игрок. Ну, само собой. Контракт на 4 года. Это нас устраивает. Отступные. Ну, слушайте, они пока все предлагают сами. Что по зарплате? Так, ну, давайте 440 и подписной бонус дадим тебе 2 миллиона. Без каких-то там выплат. Достойное предложение. Отлично. Добро пожаловать, Винни. На, ребята, оставшуюся половину сезона. К нам приходит Венисиус. Решфорд отправляется в Мадридский Реал. Может быть, там он раскроется лучше. Ну, а у нас противостояние Венисиуса и Родриго. Манчестер, Юнайтед и Манчестер Сити. Это будет здорово. Сейчас посмотрим, какой номер Венисиус у нас берет. Ну, многие хотели, чтобы я просто продал Решфорда. Мне кажется, такой исход событий гораздо интересней. Венисиус, 30-й номер. Ну, нет, ребят. Номер будет поменен. 100%. Ну, и посмотрим на Венисиуса в МЮ. У нас, ребят, Эмирейтс Кап. Игра против Болтона. Я дал Венисиусу 20-й номер. И давайте смотреть. Вот состав Болтона. Но это не так интересно, как посмотреть на Венисиуса в старте в Манчестер Юнайтед. 91-й рейтинг. Он у нас выходит играть на левого форварда. Он, в принципе, может сыграть и в центре. Ну, и давайте начинать. Честно, ребят, признаюсь, этот трансфер возник в голове как-то вот просто спонтанно. Я увидел предложение Реала по Решфорду. Они отказались. Ну, и я решил попробовать сделать ответное предложение. И уже все получилось. Да, кто-то скажет, не нужно было отдавать Решфорда. Нужно было просто договариваться. Но, во-первых, у меня не хватало денег. А, во-вторых, Венисиус вышел бы и так больше 200 миллионов. Поэтому, что мы отдали Решфорда за 80 плюс 130 доплатили. Это все, ребята. Похоже, у Хантони. Какой момент? Хойлунд пытался додавить. Хорошая передача. Швирц пытался раскачать соперника. Довольно плотно пока у своих ворот футболисты Болтона стоят. Поэтому нам не всегда комфортно разыграть быструю комбинацию. Но вот теперь они пытаются уже левым флангом пойти вперед. Примпон. Он получил второй номер после прихода Венисиуса. Сейчас Антони набирает скорость. Знаете, вот мне кажется, приход Венисиуса добавит и другим игрокам какого-то интереса. Винни попытался ударить. К нему тоже нужно привыкнуть. Мартинес сыграл аккуратно. И снова Антони. У Антони сегодня довольно много рывков по этой правой бровке. Передача в центр на Хойлунда. Хойлунд пытался найти Бруно Фернандеша. Мартинес. Ну вот здесь же уронили. Реф. А вот он, ребята. Винни. Его удар поворотом вытаскивает голкипер. Винни. Пас на Вирца. Вирц заскочил в штрафную. Удар поворотом есть. И Вирц не попадает. Но мы хорошо давим. Это, конечно, не арсенал. Волтон позволяет создавать гораздо больше у их ворот. Но они довольно плотненько обороняются. Венисиус. Разгоняет сейчас атаку. Винни. Уходит от соперника. Венисиус. И отсюда в дальний. Вот и первый гол Винни. Дебютный. Дебютный гол Венисиуса. Это, ребята, 32-я минута. Ну вот так бы Решфорд играл. Чтоб сразу вышел. Забил. Классно прокинул. Здорово ударил в дальний. Без шансов для вратаря. Как говорится, с почином. У нас 38-я минута. Удоджи здесь выбивает мяч на угловой. И посмотрим, что придумает соперник. Пошла подача. Все спокойно. Хойлонд разворачивается. Играет на Венисиуса. Венисиус полетел в штрафную. Винни. Надо забить. Мяч цепляет ногу вратаря. И уходит на угловой. Но это был еще один хороший шанс. Винни пробивает в ближний. Виртс. И снова вратарь. Мяч прокинул. Винни. И на этом первый тайм закончен. Мы вдавили Болтон в их штрафную. Венисиус мог уже штуки 3-4 забить. Нам нужно забить еще, ребят, парочку. Чтобы выпустить молодых ребят. Болтон в новой атаке. Правым флангом Мартинос. Встретил соперника. Венисиус просит передачу. И набирает скорость. В центре есть Бруно Фернандеш. Вдвоем они разыграли. Венисиус полетел в атаку. Винни. Ух, как он закручивает. Но мяч прошел рядом с воротами. Опасно, опасно. Сейчас Болтон подходит к нашим воротам. Удар в ближний. И Анана вытаскивает. Кимих. Классная передача. Венисиус. Засылает вперед Хойлунда. И Хойлунд полетел на ворота Болтона. Хойлунд. Мяч в сетке. 2-0. Вот теперь можно делать замены. Ну и Венисиус. Голевой пас. А Хойлунд все-таки прорвавшись. Забивает. У нас также выходит Гарначо. Выходит, ребята, Беван. Малин. Выходит у нас Эриксон. Заменили почти всю атакующую линию. Кроме Хойлунда пока. Хороший заброс. Тут же подача в центр. Малин. Он рукой себе подыгрывал. Ну какое пенальти. Ну рэв. Ну серьезно. Я вообще даже кнопок не жалову. Серьезно. Я зажалил 2, ребят. Просто чтобы сдержать соперника. И Фримпонг. Выбили мяч. И Рэв считает, что здесь с ногами. Но первый Фримпонг начал падать. Ну как это работает? Это работает вот так, ребята. Что справедливость все-таки есть. А Нана вытаскивает. Классно выбрасывает на Малин. А наш вратарь. А Нана. И Малин полетел на ворота соперника. Малин. Ну серьезно. Что сегодня с ударами? Почему полкоманды бьет мимо? Бэван. Передача пяткой. Удар Хойлунда. Малин. Ай-яй-яй. А вот здесь здорово. Кимих разряжай. Вот Кимих, ребята, шансов не оставляет. Это 3-0. Разрядил свою немецкую пушку в дальний угол. И тут уже дожали мы Болтон. Ну приятно, приятно, когда вот прям чувствуется сила нашей команды у Болтона. Хоть и были моменты, они их искали. Пенальти вот этот наковыряли. Но все было сделано здорово. Он берет разбег. Он бьет по воротам. Голище Эриксона, ребята. Просто феноменальный гол. Я думаю, это заслуживает вашего лайка. Просто сумасшедший мяч. Эриксон укладывает, даже особо не напрягаясь. Вы видели, как он закрутил его? И тот от штанги. По-моему, попадает в голкипера. Или нет? Сразу, сразу летит в ворота. Ну, просто сумасшедший гол. Никаких шансов у вратаря. Это, ребята, 4-0. И такая довольно приличная дистанция была. Но Эриксон показал мастерство. А вот уже и Беван. Ребята, Беван полетел на ворота соперника. Ну же, Беван. Жаль, не успел ударить. Маласи. Передача в центр. Эриксон. И арбитр не свистит. Он дает еще поиграть, ребята. Он дает еще поиграть. Ну что, Кимих, подача. Момент. Эриксон. Ну вот, теперь все. 4-0. Победа. Едем дальше в Эмирейтс Кап. Ну а сейчас нас ждет первый матч полуфинала Карабау Кап. Игра против Брэдфорда у нас, ребят, через два дня на третий. Поэтому некоторые ребята подуставшие. Но, как мы видим, и у Брэдфорда тоже есть усталость. У них три победы, одна ничья, одно поражение. Но у них есть травмированный игрок. Ну и нет, так скажем, суперзвезд, на которых сделан акцент их игры. Ну а вот состав нашей команды. Сегодня с первых минут Гарначо. Малин, Инасио, Казимира, Вирт. Ну и поехали. Я просто не вижу смысла сейчас кидать всех сильнейших в бой, когда они уставшие. Тот же Венисиус, Хойланд. Они подустали. У нас есть кому выйти. Да и тем более соперник не самый серьезный. Если бы здесь был Манчестер Сити или еще кто-то, то, понятное дело, нужно было бы выпускать всех сильнейших. Ну а так, даем поиграть, чтобы никто не обижался, никто не расстраивался. Ну и поехали. Это Брэдфорд. Это первый матч полуфинала. Карабау Кап. Хороший пас на Антони. Антони классно разворачивается. Виртс. Передача дальше на Малин. На Малин. Ну вот сегодня в серии как-то у Малин и игра не особо идет. Здорово. Вот сейчас Малин выкатывал передачу на партнера Бруно Фернандеш. Снова Гарначо. Пас в центр. Виртс. Хорошее забегание Антони. И положение вне игры. У кого? У Гарначо, видимо. Бруно Фернандеш. Малин. Ну же. Штанга. Ну как будто игра сегодня потролливает Малина. Бруно Фернандеш. А вот он классно развернулся. Но вратарь. Ну вот здесь. Здорово. Гарначо. Передача на Малин. На Малин. Третий момент. Ну вот здесь он уже наконец забивает. Ну сколько же можно было. Тридцатая минута. Один ноль. Третий момент Малина. Он наконец-таки попадает. Ну и вот здесь сыграл здорово. Успел скоординироваться. Подработал мяч. И ткнул его аккуратненько в угол. Но должен был забить гораздо раньше. А здесь посмотрите какая классная передача. И Насио держит соперника. Вытаскивает Анана. Буквально сразу. Как только мы пропустили. Брэдфорд проводит очень классный момент. И зарабатывает угловой за угловым. Давайте вот сюда Антонин. Уголок штрафной. Момент опасно. Один-один. Один-один. Ребята. Брэдфорд сравнивает счет. Буквально. Вот сколько там? Пять минут прошло после нашего гола. И вот этот натиск со своими угловыми они все-таки смогли реализовать. Новая атака Брэдфорда. Сорок третья минута. Тонкий па штрафную. Момент. Анана. Ворота пустые. Два-один. Но это характер. Это характер хозяев сегодня. Если наша атака играет плюс-минус еще неплохо, то оборона сегодня почему-то раз за разом привозит. Гарначо. Классный пас на Малина. Малин набирает скорость. Малин уходит от соперника. Но здесь нужно решать. Малин. Два-два. Два-два, ребята. Дубль Малина. Вот и мы на скорости показали свое мастерство. Давайте, давайте вместо Бруно Фернандеша Эриксона. Вирц. Заскочил в штрафную. Ну же. Вратарь вытаскивает. Опасная передача. Отбились. Тыпанули за ногу, но Венисиус устоял. И сразу на Хойлунда. Хойлунд. Залетает в штрафную. Ну же. Хойлунд. Брэдфорд сейчас в затяжной атаке. Левым флангом что-то пытаются придумать. И мяч проскакивает. Казимира. Его отпускает, к сожалению. И Насио. Заблокировал. Какой момент. И молодцом. Молодцом Анана. Надеюсь, выпуск вам понравился. Поддержите его лайком. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Локи. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok